Еще один вариант решения этой задачи отличается от предыдущего решения только вводом данных. Как у нас устроен ввод данных? У нас два числа вводятся в одной строке. Для того, чтобы эти два числа получить в нашей программе, мы эту строку читаем, разбиваем ее на части по пробельному символу, и к каждой части применяем функцию int, преобразование в число. В таких ситуациях, когда нам нужно к последовательности объектов применить одну и ту же функцию, можно использовать специальную конструкцию, которая называется listComprehension, и которая устроена следующим образом. Выражение, генерирующее некую последовательность, записывается справа. В нашем случае это выражение сгенерирует нам строчки 3 и 7. То есть изначально функция input это одна строка, в нашем примере 3 и 7, разбив ее по пробельному символу, мы получаем последовательность строк 3 и 7. Для каждого объекта из этой последовательности мы хотим применить функцию int. Записывается это следующим образом. Сначала мы записываем, какую функцию мы применяем, указываем некую переменную, некий объект переменный, и получается пробегает все значения среди этой последовательности объектов. И дальше используем ключевые слова forIn. То есть int от i применяем функцию int для каждого i из последовательности, которую генерирует вот это выражение. И результат это результат применения этой функции к каждому из объектов. То есть в переменной a и b запишутся числа уже 3 и 7. Дальнейшее решение получается прежним. Такую конструкцию очень удобно применять, когда у нас несколько чисел вводится в одной строке. Она является стандартной и практически повсеместно используется.